Еще один долгострой Новосибирска закончат в ближайшее время. Будущие жители многоквартирного дома на улице Есенина получили поддержку областного правительства. И теперь с помощью механизма масштабных инвестиционных проектов готовятся получать долгожданное жилье. Как продвигается строительство, узнал Станислав Блинов. Из всего жилого комплекса на Есенина 65 заселена только первая очередь. Четыре подъезда вот в этой части. Вторая и третья очереди вот эта часть находятся в затянувшемся процессе. Свои квартиры здесь ждут больше 200 человек, еще 12 лет назад вложивших свои деньги в строительство многоэтажки. Завершение работ с нетерпением ждут не только владельцы квартир. Жители соседних домов уже давно устали от постоянного соседства со строительной площадкой. С того момента, как сваи поставили, наши двухэтажки просто все сыпятся. Раньше нам доступ был к трамвайной линии ходить. Нам удобно было здесь и туда на континент развязка было. А сейчас они огородили, все это сделали невозможно. Работы на площадке прекратили в 2015 году. Застройщик обанкротился. Но несмотря на все трудности, добротный кирпичный дом дольщики не бросили. Собрали еще по 7 тысяч с каждого квадратного метра жилья. В среднем получилось примерно по 300 тысяч с каждой квартиры. Эта сумма, скажем так, если берем дефицит третьей очереди, она не покрывает даже и четвертой части дефицита, которая будет покрываться с помощью государственных программ. С помощью областного механизма масштабных инвестиционных проектов в долгострой вложили больше 60 миллионов бюджетных средств. Уже многие замерзают, потому что понимают, что все в этой квартире, все понятно. И они уже так в голове моделируют будущее у нас. Сейчас самое главное – добыть тепло, чтобы простое не было. По плану две секции и вторую очередь издадут уже в декабре. Третью очередь будут заканчивать в следующем году. Инженерные сети все на площадке уже здесь. Благоустройство замкнуть в небольшой объем тоже реально. И масштабные инвестиционные проекты вытащат и те две секции. И мы закончим с этим позором на Есенин. На сегодняшний день с помощью инструментов субсидирования и механизмов масштабных инвестиционных проектов на территории региона достраивают 38 объектов, которые еще недавно считались проблемными. Станислав Блинов, Алексей Баженов, Новости ОТС. Продолжение следует...